всех приветствуем дамы и господа меня зовут глуховщенко виктор николаевич я генеральный директор очерноморские круизы судовладелец и оператор теплохода князь владимир круизного лайнера хочу всех попросить плюсом оправить если звуки видео у всех нормально если что-то не слышно или не видно напишите пожалуйста в чат а так начинаем презентацию все вижу что некоторые уже написали что слышно хорошо поэтому технических проблем нету судно князь владимир это единственный круизный лайнер по черному морю который у нас ходит семнадцатого года круизное сообщение у нас создано на основании указания президента российской федерации владимир владимирович путина в восемнадцатом году было у нас 17 в восемнадцатом году по форс-мажор у нас было всего в принципе 9 круизов сейчас у нас на данный момент все недостатки недочеты учтены и в этом году все хочу заверить что все будет вовремя потому что судно расскажу немного про ремонт судно находится сейчас в новороссийске феврале становится в док все запчасти закуплены никаких проблем на данный момент о том чтобы судно не вышло никаких нет это вот я вас заверяю все поэтому начнем нашу презентацию кто у нас впервые сталкивается с судом могу сказать что это у нас недельный круиз выход из сочи воскресенье в 19.00 в понедельник с утра приходит новороссийск новороссийский находится день 18.00 отход приходит утром в ялту 9 утра из ялте находится один день выход из ялты в 12 часов ночи утром в 9 утра приходит севастополь севастополь севастополе стоим два дня среду и четверг в 19.00 отходим к севастополе и в четверг вечером получается у нас полтора суток пятницу субботу в 9.00 приходим вот и потом опять же два дня происходим стоим в сочи и в 19.00 отходим судно у нас девяти палубная девятая верхняя палуба это техническая где находятся механизмы а так у нас четыре бара три бассейна кинотеатр а программа ресторан где все включено музыкальные концерты то есть все что для для пассажиров необходимо все у нас имеется по прошлым круизом которые у нас семнадцатом и восемнадцатом году были проведены отзывы всех практически девяносто девять процентов кто посещал круиз были только положительные круиз востребован и лайнер его расположение его конструкция а также экипаж и все что на лайнере есть они позволяют удовлетворить все потребности клиента мелочи которые клиенты и туристы высказывали они в 19 году в навигацию также все будут учтены вот здесь вы видите расположение бассейна это на восьмой палубе кинотеатр бассейн у нас морской водой вода меняется практически ежедневно кинотеатр на 120 человек насыщенная программа развлекательная также питание это изюминка нашего круиза шеф-повар уже пойдет на с нами в третью навигацию профессионал своего дела за каждым клиентом уход как за родным человеком с шутками с переболотками ну и самое главное конечно это само питание но разнообразное и очень вкусно единственное нарекание туристов в навигацию что всего много слишком вкусно все жалуются что они поправлялись в этом рейсе за период круиза вся инфраструктура отеля и всего что есть на лайнере она соответствует отелю четыре звезды на берегу по каютам каюты комфортабельные каждая каюта имеет свой сам узел у нас внешних кают с окном это каюта сьют полученной комфортности двадцать одной каюта каюта каюты внешние с иллюминаторами категория 2 страда каюта и каюты без иллюминаторов внутренние также все с основным узлом еще раз повторюсь 153 каюты так ну и так информация 2019 году планируется 23 рейса по плану мы должны перевести запланировать 9000 пассажиров но в принципе думаю что можем перевести больше это мы рассчитывали из 80 процентов средней загрузки загрузки за рейс могу сказать что за в семнадцатом году у нас было 19 рейсов сделано 18 всего было 9 рис была у нас такая реклама что не вышли вовремя всякие слуги ходили но могу сказать что вот в эти девять рейсов средняя загрузка составила на 100 пассажиров больше чем было семнадцатом году ведь нас много думать ожидаем еще больше потому что востребованность в этом есть вот развлекательная программа то есть я вам сейчас повторюсь это профессиональные аниматоры то есть здесь задействованы все категории наших пассажиров от детей и до пенсионеров на каждой палубе практически у нас на восьмой проходят вечерние программы мероприятий также на шестой в азуре много у нас что происходит также около бассейна на шестой палубе тоже убора как говорится занятие находится для всех в этом году также мы будем караоке приобретать и люди это запрашивали было востребовано поэтому также по пожеланиям туристов мы это сделаем также у нас экскурсионная программа очень обильно и недочеты которые были в прошлом году учтены а так у нас люди пассажиры когда приходим в порты они на судне практически не находятся все идут экскурсии потому что маршрут круиза он это позволяет сделать более того мы сейчас находим маршрут басборское царство это администрация краснодарского края его продвигает на федеральном уровне то есть эти маршруты включая себя достопримечательности смотреть и в крыму и в краснодарском крае князь владимир здесь является ключевым по путешествиям так у нас сочи есть олимпийский парк фраза хутор абхазия в новороссийске гастрономический курорт а брау дюрсо сафари по старый парк поселки габардинка вялки это ласточкино гнездо никитский дворец ливадийский дворец айпетри севастополь это археологический музей заповедник херсонес таврический часарай и балаклава также мы представляем корпоративные мероприятия для юридических лиц также для физических лиц можно производить аренду залов но это уже по отдельному запросу все для этого у нас имеется это конференц-холл на 350 персон банкетный зал на 80 персон каждая площадка освощена специализированным оборудованием также у нас бар бассейна предназначен для таких же мероприятий открытыми него также вот выгодно аренда залов ниже это средняя стоимость чем городе сочи удобное расположение на борту могу сказать что мероприятием эти проводили различные и свадьбы и конференции различные все клиенты остались очень довольны на данный момент у мы с прошлого года с 17 18 изменили работу с агентами теперь у нас нет генерального агента раньше это была компания инфоход данный момент мы со всеми работаем напрямую и у всех у нас одинаково условия сейчас у нас заключено уже 90 агентских договоров реализована круизов по агентским договорам на 15 миллионов рублей выплачено агентского заграждения на полтора миллионов рублей также агентскую сеть мы планируем расширять для чего мы проводим все эти вебинары нас продавать выгодно потому что стоимость круизов у нас принципе достаточная что агентское вознаграждение после на 10 процентов но она достаточно высокая когда мы эту ставку делали предварительно мы мониторили рынок и с агентами разговаривать 10 процентов это было самое оптимально так ну а сейчас по палубу их размещения расположение расскажет начальник отдела продаж василина корчак добрый день уважаемые коллеги вас возможно с кем-то мы уже с вами знакомы если кто-то есть из наших уже существующих агентов которые продают наши круизы пожалуйста поставьте плюсики чтобы мы видели судя по всему вот отлично хотелось бы немного рассказать о том что у нас будет обновленного на навигации 2019 года и сориентировать вас возможно кто-то из тех кто сейчас уже заключил с нами агентский договор либо планирует немного непонятно задают очень много вопросов о том что как у нас располагается на лайнере где что находится поэтому хотелось бы сделать акцент в этом вебинаре именно на расположение кают и акцент на всей инфраструктуре лайнера вот перед вами сейчас вторая палуба что у нас изменилось в прошлой навигации у нас здесь был закреплен медицинский кабинет который у нас действует на период всей навигации с утра до вечера то есть если сейчас я переключу на указку чтобы всем было видно вот медицинский кабинет у нас действует кинотеатр мы его обновляем немного в этой навигации и очень важное обновление коснется именно кают те каюты которые были на которые поступали жалобы о том что в них может быть шумно или еще что-то мы их полностью вывели из продажи тем самым мы сократили немного свой номерной фонд но в угоду комфортному отдыху наших туристов то есть мы пошли на эти жертвы если можно так сказать для того чтобы туристам было максимально комфортно отдыхать поэтому есть здесь каюты которые выведены из продажи 2019 году остались только каюты в которых будет удобно и отлично отдыхать нашим туристам так что еще хотелось бы сказать давайте перейдем на третью палубу третья палуба здесь также в основном на третьей палубе никаких общественных таких мест в барах ресторанов не находится это полностью спальная палуба здесь есть расположены внутренние и внешние каюты и здесь также порядка десяти кают у нас выведены из продажи для того чтобы оставить только максимально комфортно что значит максимально комфортно чтобы вы не думали о том что нашим туристам слишком шумно или еще что-то там и и вмешает или почему мы выводим каюты из продажи нет все таки лайнер это средство передвижения это корабль необходимо об этом знать и садясь и отправляясь в круиз поэтому кое-где может быть шум но это шум это не не такой шум который полностью мешает отдыхать но который доставляет некие неудобства поэтому эти каюты мы выводим из продаж мы их вывели и в новое нашей матрице кают номерного фонда вы их больше не увидеть то есть эти нумерации она полностью закрыта так что еще хочу вам дальше у нас переходим на четвертую палубу четвертая палуба это палуба где встречаю всех наших гостей чтобы вы видели вот схематично здесь находится вход гости подходят к службе размещения рецепции и берут ключи и их стюарды помогают им разместиться в каютах сразу же за рецепцией находится у нас торговая галерея торговая галерея у нас представлены сувенирная продукция всевозможная косметика какие-то особенные там товары для отдыха и всевозможные товары которые востребованы во время отдыха вот что еще у нас нового вот что еще у нас нового здесь находится ресторан князь владимир экскурсионное бюро а также галерея которая ведет к ресторану ривьера в ресторане ривьера у нас развернута шведская линия шведский стол здесь мы также вывели несколько кают из продаж но не потому что они какие-то некомфортные а потому что у нас есть очень много запросов от наших арендаторов которые хотели бы реализовывать свою продукцию поэтому в данный момент у нас заключен договор с салоном красоты и с этот магазин сувениров ну это наш брендинговый магазин сувениров здесь будет только наша брендированная продукция здесь также добавится еще вместо каюты два две новые торговые площади экскурсионное бюро здесь периодически у нас бывают тоже очень много туристов в этом месте да то есть здесь приобретаются прямо на борту у нас экскурсии и потом туристы просто выходят с борта лайнера и отправляются на всевозможные экскурсии по городам садятся уже в комфортабельные автобусы и едут по местам экскурсионных экскурсионные программы что багаж я извиняюсь я иногда буду останавливаться потому что я вижу здесь идет активные вопросы чтобы сразу же отвечать на льву да багаж у нас доставляется от морского порта и до каюты багаж ваш будет приходить через вторую палубу и доставлен будет к вам в каюту так дальше если какие то будут вопросы на которые я не смогу вовремя ответить то мы обязательно потом свяжемся с вами и ответим вам поэтому не сердитесь если мы сразу не будем вам отвечать так шестая палуба на шестой палубе у нас нет кают спальных а что про машинное отделение еще раз какой вопрос машина где находится машинное отделение в самая близкое место к машинному отделению это корма третьей палубы то есть чтобы схематично вы видели самое близкое место к машинному отделению это вот вот где-то здесь но здесь даже не машинное отделение то есть здесь находится у нас техническое помещение все машинное отделение у нас находится внизу на самой первой палубе которая абсолютно не является жилой и наши туристы никаким образом с ними не соприкасаются но вот я уже как отвечала рассказывала да у нас вот именно из этой части выведены каюты здесь не машинное отделение здесь просто техническое помещение находится от которой происходит там но некий шум но все эти каюты они выведены полностью то есть продаж и соседней каюты здесь уже никаких шумов ничего не слышно люди ничего не отвечают ни на что не жалуются и никак не ощущают нарушения то есть каких-то какого-то дискомфорта они не ощущают все экскурсии у нас приобретаются да с дополнительную плату но стоимость экскурсии не превышает той стоимости на по которой турист может приобрести ту же экскурсию на берегу бассейн бассейн нет не подогревается бассейн у нас морской водой и он не подогревается хорошо пока вопросов нет и перейдем дальше шестая палуба шестая палуба как я уже сказала здесь нету спальных кают здесь расположены два концерта сала один зал это пацифик это за идеально подходящий для торжественных мероприятий то есть здесь у нас отмечали свадьбы какие-то корпоративные мероприятия напротив расположен на концертный зал азор в концертном зале азор каждый день у нас проходит развлекательная программа для наших туристов этот зал рассчитан на 350 персон он очень удобно спроектирован и его также у нас снимают арендуют под корпоративные мероприятия потому что в этом зале стоит оборудование который который идеально подходит под проведение конференции в прошлом году у нас проходило несколько таких корпоративных мероприятий и этот зал использовали под проведение конференции в этом году у нас есть уже несколько запросов на корпоративный выезд крупных компаний которые могли бы и остаться и пойти в круиз а также заодно и поработать провести какие-то свои тренинги конференции и все это на борту круизного лайнера то есть наши корпоративные клиенты видят у нас достаточно интересную площадку для проведения таких вот майс мероприятий которых мы коротко уже сказали выше на шестой палубе также есть выход к аквазоне здесь у нас аквазона которая предназначена и для взрослых и для детей здесь же также у нас площадка на которой здесь на схематично отмечено кажется что здесь немного места на самом деле здесь очень много места и здесь проходят нас мастер-классы по йоге спортивные мастер-классы это все проходит обычно с утра очень живописный вид когда занимаются йогой прямо находясь в море и свежий бриз все это дополняет то есть очень так живописно и пейзажно до данный момент мы продаем на полный круиз круговой то есть если вы начинаете свое путешествие в сочи то вы в случае выйдете новороссийск новороссийск ялта ялта и севастополь севастополь то есть вот так посадка возможно да действительно в любом городе возможно посадка у нас переходим дальше если нет вопросов то идем дальше доп места давайте если вы не возражаете я перейду на слайд выше где у нас собственно и представлены фотографии кают доп места это в каютах категории а2 это внешняя каюта с иллюминатором это полка и в каютах также категории b2 это полка которая опускается сверху и если она вам не нужна то она также как в поездах кто наверняка все вы путешествовали знаете то она крепится наверх она абсолютно вам не мешает на доп места у нас дополнительная скидка 20 процентов то есть если вы едете семьей то вам необходимо будет оплатить 22 основных места и за доп места вы платите минус 20 процентов вот доп места в каютах категории сьют это чаще всего вот такие вот раскладные диваны если видно всем да то есть я надеюсь что видно да указка у меня включена вот отлично еще такой важный момент дополнительные места в каюте категории сьют у нас предоставляется бесплатно то есть если вы едете путешествуете вдвоем то вам необходимо будет оплатить два места подок места вы получаете подарок бесплатно это крайне выгодно путешествовать если например едут двое взрослых с двумя детьми одному например до пяти лет он априори путешествует у нас бесплатно а второй постарше то есть родителям придется заплатить только за себя двоих детей в таком случае они берут бесплатно если одному до пяти лет а второй старше если же вы путешествуете в каюте внешне или внутренней то здесь также дети до пяти лет путешествует бесплатно а за дополнительное место придется оплатить 20 процентов все да пока вопросов нету да по поводу дробных круизов то есть это запрос когда человек то есть наш садится в сочи хочет быть желает выйти например севастополе или в ялте такая возможность сейчас обсуждается но пока тарифы на такие дробные круизы они не согласованы то есть пока мы обсуждаем насколько это будет интересно нашим туристам и как вообще это будет вписываться в общую концепцию нашего проекта все таки мы круизный лайнер а круиз предполагает посадку и высадку в одном и том же порту подобный стан 20 процентов оплаты или скидка на него 20 процентов скидка двухместная кровать нет двухместная кровать у нас есть разные как в категориях а давай как в категориях b2 то есть здесь вы видите две раздельные кровати у нас есть каюты где двухместная кровать полностью которая не разделяется и доп место есть и такие каюты это по запросу в наш отдел бронирования вы можете обратиться и там вас наши специалисты сориентируют какие каюты с двумя кроватями и каюты с двумя кроватью идем дальше седьмая палуба схематично нарисованы на седьмой палубе у нас расположены только категории каюты никаких баров и ресторанов общественных заведений на седьмой палубе нет восьмая палуба восьмая палуба на восьмой палубе у нас расположены детский клуб где работают аниматоры с детьми у них специальная программа разработанная специально под каждый рейс и под к возраст детей также у нас работает бар лида около бассейна и такой большой бассейн вот сейчас я вам покажу нас на фотографиях вот как раз таки этот бассейн и бар лида это наша восьмая палуба я детально рассказываю о том что где находится потому что еще раз повторю я понимаю то что многие из вас они никогда не были на нашем круизном лайнере может быть кто-то вообще впервые сталкивается с круизным отдыхом возможно вы ваш бизнес относится именно к немного другому туристическому направлению поэтому хотелось бы детально все рассказать ответить на ваши вопросы и чтобы в дальнейшем мы наладили очень продуктивное сотрудничество так детский бассейн есть значит детский бассейн это бассейн на шестой палубе на 12 слайде на фотографии вы видите бассейн на шестой палубе здесь на фотографиях не очень отражено но здесь есть и глубокий бассейн с морской водой для взрослых а есть также и бассейн поменьше то есть там где купаются дети поэтому вот здесь находится детский бассейн детский клуб вот хороший вопрос те дети которые остаются с аниматором не самостоятельно то есть это обычно дети с пяти лет они самостоятельно могут заниматься за нашей анимационной бригадой они могут заниматься в детском клубе также аниматоры используют другие интересные локации на круизном лайнере потому что детям тоже интересно посмотреть что где находится на корабле многие из них впервые путешествуют но в 2019 года мы вводим такое интересное нововведение кстати она была подсказана вами же дорогие туристические агенты в прошлом вебинаре вы задавали вопрос о том будет ли у нас няня на борту которая сможет смотреть за детками до трех лет такая возможность с 2019 года у нас будет то есть но это за дополнительную плату данный момент детский клуб вся детская анимационная программа она у нас входит в стоимость турпродукта услуги няни которая будет наблюдать за вашими детьми до трех лет она будет предоставлена за дополнительную стоимость дополнительную стоимость мы всем вам озвучим и сделаем рассылку по дополнительным услугам стамбул наша любимая тема это наверное вот вопрос который постоянно нам задается будет ли стамбул значит там дело в том что наш круизный лайнер наша команда наш весь экипаж все мы собственно готовы заходить стамбул но здесь все дело зависит даже больше не от нашего желания а просто наверно от политической ситуации то есть в данный момент для того чтобы заходить стамбул нам необходимо поменять полностью концепцию всего нашего круизного турпродукта и придется чтобы в данный момент на данном этапе да отказаться от того чтобы заходить в крым поэтому мы не будем пока это делать и стамбул ожидаем что если что-то изменится политики нашего государства тогда возможно мы будем заходить стамбул но пока это не зависит от нас и мы ходим в крым кстати вот сам маршрут да то есть есть у нас и туристы которые абсолютно не нужны ни стамбул не за граница им вот интересно посетить одновременно все самые такие интересные черноморские курорты нашей страны так дети до 5 лет что делают от 3 до 5 лет что делать дети но от 3 лет дети они если ребенку там три года и младше он может участвовать в анимационной программе вместе с мамой а те дети которые постарше если вот как я уже сказала не могут оставаться готовы оставаться с аниматорами то тогда они могут играть и в детском клубе просто все дети разные кто-то готов оставаться кто-то вот совсем не может без родителей куча отличных портов крыму керчи по то я мы собственно вот тоже придерживаемся такого мнения как вот озвучила галина в чате что да действительно есть очень много интересных и неизведанных самое интересное мест в крыму которые востребованы туристом российским и почему мы вообще вот запускаем этот проект запустили уже третий год мы его поддерживаем развиваем и что самое интересное что является главным мотивом для нас спрос на наши круизы увеличивается то есть мы это видим не то что с каждым годом с каждой неделе да что у нас продажи увеличиваются люди звонят люди бронируют заранее вот потому что сам маршрут он является уникальным то есть этот маршрут постоянно говорим об этом напоминаем еще там советское время он являлся один из самых востребованных и по черному морю по акватории черного моря ходил не один круизный лайнер когда нам случае мы ходим а дело их до десяти и они были постоянно востребованы эти круизы пользовались большим спросом то есть мы сейчас когда мы начали нащупывать эту нишу мы сами на себя ощутили что действительно маршрут сочного российск ялта севастополь он интересен планируете ли вы первым ту агентов и журналистов конечно это логично мы обсуждаем тоже этот момент и рекламный тур мы планируем сделать в апреле но в каком формате он будет и когда именно он будет мы оповестим всех наших агентов позже а какие еще вопросы в презентации время посадки в порты не отражено но мы вам также если вы нам напишите запрос на нашу почту то то мы вам ответим значит вот внизу пожалуйста запишите это наша почта но вы она вам также может быть доступна когда вы скачаете презентацию на эту почту вы можете писать все свои вопросы все пожелания если у кого то есть запрос на заключение агентского договора то пожалуйста вот пишите сюда и мы вам будем отвечать так давайте все таки вернемся к нашему к нашей презентации обновление на лайнере важное обновление из того что у нас будет нового были запросы и в восемнадцатом году и семнадцатом году по англоговорящему гиду на период рейсов на период всей навигации в этом году у нас будет обязательным присутствие англоговорящего гида на период всей навигации тоже приходят к нам запросы от групп туристов из там различных стран в основном сейчас у нас часто запросы там израиль да наверное австрия то есть и да таиланд есть все они хотят посмотреть на российские курорты со стороны моря с берега вот поэтому именно для таких туристов для таких групп у нас будет предусмотрен англоговорящий гид на все рейсы няня до трех лет за дополнительную оплату я уже рассказала вам вот для чего мы это решили ввести и что у нас действительно будет такой человек обновление внутренней внутреннего интерьера кают предусматривается предусматривается у нас вот как сказал ранее наш генеральный директор Виктор Николаевич что сейчас в данный момент судно находится на межнавигационном ремонте в рамках ремонта будет произведено также обновление интерьера кают вот важное тоже дополнение это тематические круизы мы сейчас разрабатываем концепцию того как это будет выглядеть смысл в том что анимационная бригада наша она в восемнадцатом и семнадцатом году она для каждого круиза для каждого рейса разрабатывала примерно схожую анимационную программу мы в этом году хотим обновить немного эту практику и запустить именно тематические круизы как это будет выглядеть мы вам тоже как только будет это в новшество введено мы вам обязательно оповестим вас сделаем вам рассылку и вы будете все видеть то есть чему будут посвящены круизы как это будет тоже интегрировано в общий рейс но такой запрос был просто есть туристы которые несколько раз идут в рейс то есть они там по два рейса берут сразу то есть собственно не только для них но и в общем хотим добавить такую новинку тематические круизы еще одно обновление парковка автомобилей после морского вокзала в Сочи на период круиза это обновление оно порадует тех туристов которые добираются до Сочи на своих автомобилях и потом чтобы они не думали и чтобы они не заботились о том где будет их автомобиль на период круиза мы вот вводим такое обновление парковка в данный момент уже фактически домонтирована она будет находиться прямо около морского вокзала то есть каждый наш турист он на автомобиле ну каждый турист который едет до Сочи на автомобиле он паркуется прямо около морского вокзала и на период круиза его автомобиль находится под охраной под видеонаблюдением и турист может не переживать за то что будет с его автомобилем за его сохранность вот это что касается важных обновлений которые ждут нас в 2019 году так парковка платная да парковка это будет услуга платная но она не будет превышать там больше двух с половиной тысяч рублей за весь период навигации то есть вы доплачиваете две с половиной тысячи рублей и оставляете свой автомобиль на весь период на весь период рейс извиняюсь не навигации то есть на там на 7 дней под видеонаблюдением и под присмотром так хотелось бы еще рассказать вам о тех нововведениях вот здесь присутствуют агенты которые уже работают с нами нам поступает тоже очень много пожеланий и комментариев по поводу того чтобы простить улучшить нашу работу с агентами в том числе в данный момент как происходит наше взаимодействие с агентами мы подписываем с вами агентский договор на реализацию турпродукта после этого мы предоставляем вам доступ в ваш кабинет агента через кабинет агента впоследствии вы бронируете круизы процент агентского вознаграждения составляет 10 процентов то есть 10 процентов уже от конечной стоимости то есть клиенту вы считаете все там всевозможные все скидки и уже от конечной стоимости которая получилась вы берете свой процент агентского вознаграждения значит вернусь все таки расскажу о том как происходит у нас бронирование агент вы бронируете в агентском кабинете круиз для своих туристов мы вам высылаем счет и в счете будет указано что окончательная стоимость за минусом агентского вознаграждения то есть агентское вознаграждение 10 процентов вы оставляете себе а нам за минусом своего агентского вознаграждения переводите денежные средства за своих туристов вот если это понятно может быть есть еще какие то вопросы по поводу именно взаимодействия с агентами данный момент для для работы с агентами у нас выделено несколько специалистов которые в прикреплены к почте я также делала рассылку о том с их номерами телефонов да то есть вы всегда можете обратиться к ним они вам обязаны ответить в течение двух часов в будние дни если это время превышает два часа то вы можете звонить непосредственно мне и говорить о том что наши сотрудники не оперативно отвечают на ваши вопросы цены значит через агентский кабинет вы будете видеть стоимость которую необходимо значит которую необходимо озвучить вашим туристам также в агентском кабинете будет указана стоимость ваших 10 процентов то есть сумма ваших 10 процентов то есть цена рассчитывается автоматически вы будете видеть стоимость круиза и сумму вашего агентского вознаграждения по броню которую вы произведете раннее бронирование значит по раннему бронированию акция раннее бронирование у нас была завершена 10 января с учетом того что все сто процентов оплат за брони должны были быть переведены до 28 февраля сейчас 1 февраля мы собираемся возобновить акцию раннего бронирования она будет длиться с 1 по 28 февраля то есть скидка раннего бронирования составит 5 процентов нет вы можете увидеть стоимость круиза она она находится у нас на сайте в разделе купить круиз там сразу же вы можете попытаться забронировать круиз как прямой турист и вам будет представлен весь список на весь наш номер номерной фонд со стоимостью скидка скидка раннего бронирования у нас пять процентов суммируется с двумя скидками это скидка повторный клиент пять с половиной процентов и пенсионная скидка пять процентов то есть если ваш турист пенсионер то он с первого февраля может получить скидку десять процентов на круиз условия акции раннего бронирования будут такими с первого по 28 февраля вы бронируете но сто процентов оплаты должно поступить к нам до 28 февраля если он пенсионер и постоянный клиент и раннее бронирование то вы можете выбрать либо ваш турист он получает скидку пять процентов раннего бронирования плюс пять с половиной процентов как постоянный клиент либо он получает скидку раннее бронирование пять процентов и плюс пенсионную скидку пять процентов то есть его скидка может составить либо десять процентов либо десять с половиной процентов Пенсионная скидка и скидка постоянного клиента не суммируются. Всемирный день туризма? Ну, мы подумаем. Так, я вижу, что кто-то у нас. А что для агентов, вы спрашиваете, по поводу скидок? Если пенсионеры, молодожены. Я не буду отвечать на последний вопрос, если вы не против. Я так понимаю, что это... Для молодоженов у нас, я могу сказать точно, что обязательно будет подарок. То есть у нас очень много молодоженов, которые едут в круиз именно после своего бракосочетания. И в том числе от нашего шеф-повара, от нашей службы размещения. Таким клиентам у нас обязательно предполагается подарок. Так, уважаемые агенты, хотела бы вам немного еще сделать акцент на вот этом слайде. Как говорил наш генеральный директор Виктор Николаевич Глуховченко, В данный момент вы видите статистику перед глазами, которая составлена в период за три месяца. То есть это с 25 октября 2018 года по 25 января. Выплачено всего агентского вознаграждения у нас на сумму полтора миллиона. То есть это за три месяца. Это достаточно хороший показатель, как отмечают наши агенты. Так как круиз наш достаточно востребован. Во-первых, во-вторых, сумма среднего чека у нас выходит выше 70 тысяч рублей. То есть за реализацию одного круиза, если, например, у вас, получается, едут два туриста. В среднем вы получаете 7 тысяч рублей. Если у вас, конечно, таких броней не 10, а 180, то, соответственно, эта сумма получается немаленькая в купе. Поэтому я хочу сказать, что мы нацелены и направлены на работу с агентами в данный момент. Работа с агентами для нас сейчас является приоритетной. Все ваши пожелания, все пожелания наших агентов мы пытаемся учесть, максимально быстро дополнить что-то, изменить в процессе работы с агентами. Поэтому приглашаю всех вас к сотрудничеству с нами. И тот, кто, возможно, после данного вебинара захочет заключить с нами агентский договор, то прошу высылать свой запрос на данную почту. То есть в теме вы можете просто написать, что это по заключению агентского договора. Мы вам в максимально короткие сроки вышлем агентский договор, подробно разъясним, как мы взаимодействуем дальше. И, пожалуйста, можете уже бронировать. Потому что в данный момент сейчас 29 января, но сейчас, как у нас показывает практика, что бронирование идет очень активно. Туристы планируют свой отдых заранее. Еще учитывая тот момент, что сейчас у нас с 1 февраля будет запущена акция раннего бронирования, то это тоже прибавит, даст нам приток еще больше туристов. Поэтому, пожалуйста, присылайте свои заявки на фестивале круизов. Мы планируем поехать на МИД, на фестиваль круизов, пока еще под вопросом. В прошлом году мы были и на фестивале круизов, и на МИД, и на выставке отдых. Очень бы хотелось со всеми нашими агентами познакомиться воочию, переговорить, услышать ваше мнение по поводу нашего турпродукта, по поводу взаимодействия с нами. Поэтому мы обязательно запланируем встречу на каком-то из мероприятий. Вот, и я думаю, получится нашим агентам, существующим, потенциальным, приехать и познакомиться с нами. Да, рассылка обязательно будет. По всем нововведениям, по всем изменениям, по всем новостям, которые планируются у нас, в том числе по рекламному туру, мы обязательно делаем рассылку. Если вы хотите участвовать, не подписали с нами агентский договор, но, в принципе, вам интересно быть в курсе наших новостей, то вы можете или подписаться на наши социальные сети, или просто отправить заявку вот на электронный адрес, вот на этот, и мы обязательно отключим вас в список рассылки, и вы будете знать первыми о том, что происходит в нашей компании, о том, какие новшества мы вводим, и обо всех новостях. Дополнительные услуги. Дополнительные услуги, да, трансфер из аэропорта, это все обсуждается в прошлом году, у нас была уже такая практика, мы дополнительно нашим клиентам заказывали трансфер из аэропорта до морского вокзала, также вот цветы, торты и все остальное, это у нас будет доступно все на борту. Пенсионер, постоянный клиент по раннему бронированию. То есть я на ваш вопрос не ответила. Скидка раннего бронирования, они суммируются у нас, суммируются у нас с пенсионной скидкой и со скидкой постоянного клиента. Между собой пенсионная скидка и скидка постоянного клиента не суммируются. Уважаемые коллеги, если у вас больше нет вопросов, то я думаю, что нам нужно закончить. Если есть вопросы, запись вебинара обязательно будет. Если у вас сейчас есть вопросы, может быть именно по круизному лайнеру что-то, либо по нашему взаимодействию с агентами, то, пожалуйста, сдавайте, пока у вас есть время. Все, тогда мы заканчиваем наш вебинар. Запись обязательно будет. Вы можете скачать ее в дальнейшем на нашей страничке, либо вам будет сделана рассылка. Ну, собственно, как делает WPTL. Все, спасибо большое. До свидания. Ждем ваших заявок. Учега. Учега. ГОВОРС self-едатель. Продолжение следует...